Дорогие друзья, здравствуйте! С вами Футбольное обозрение и я, Евгений Монархович. Сегодня мы поговорим о детско-юношеском футболе футбольного клуба «Славия Мозырь». С определенной поры в футбольном клубе «Славия Мозырь» открылся отдел развития молодежного футбола. И это событие можно считать вехой в развитии этого прекрасного вида спорта футбола в столице Полесье. В принципе, и раньше в Мозырь делалось многое, чтобы юные таланты развивались и превращались в профессиональных спортсменов. И, надо сказать, многое получалось. Но отдел развития молодежного футбола – это очередная ступень лестницы футбольного ренессанса на Мозырщине. И возможность мальчишкам и юношам не просто совершенствовать свое мастерство, а делать это в как можно лучших условиях и встречаться в спортивных сражениях со сверстниками из ведущих футбольных центров нашей страны. Наш отдел появился в 2013 году. Это неотъемлемая составляющая нашего клуба. Центр молодежной команды состоит из шести команд. От до десяти возраст, потом до 14, 15, 16, 17, 11 лет. В структуре отдела молодежного футбола несколько команд различных возрастных групп, которые готовят квалифицированные специалисты, не понаслышке знакомые с футболом. Самое маленькое 2008 года у нас тренер Ромашов Артур Валерьевич. Потом следующий возраст ведет 2003 года Александр Клименко. 2002 – Циблиенко Александр Алексеевич. 2001 год у нас Гурин Виктор Васильевич отвечает за этот возраст. 2000-й Антон Полуянов и Шевчик Вячеслав Федорович. 1999 – Суховеев Максим Николаевич. И 1998-97 – Клименко Александр. Стоит отметить и самого Вадима Николаевича, как нам кажется, превосходного специалиста. И уж точно в руководстве футбольного клуба «Славия Мозырь» не ошиблись. В выборе кандидатуры начальника отдела развития молодежного футбола Тябус справляется со своими обязанностями. К тому же Вадим не только любит, но и понимает футбол. Он уважителен к людям и ими уважаем. Главная задача нашего центра – растить игроков. Не давать результат 7-минутно на данный момент. Нужно, чтобы игроки росли гармонично и передвигались постепенно. Ступенька на ступеньку и так выше, и так выше. Наша задача на данный момент – передать дубли. Дальше Игорь Анатольевич должен сработать и передать этих игроков в основной состав. Это главная задача. На данный момент мы ее выполняем. И много ребят с центра играют за дублирующий состав. Надеемся, что в этом году кого-то будут подключать и к основной команде. Игорь Анатольевич Слесарчук, напомним, готовит дубль нашего клуба. А уже потом те ребята, которые хорошо зарекомендовали себя в резервном составе «Слави и Мозырь», привлекаются в главную команду. Правда, для этого нужно много трудиться. Но у наших следующих собеседников, кажется, есть желание делать это. И полностью посвятить себя любимой игре. Выступал за команду лицензирования 1998-1997 года. И выступал также за дубль. Но в дубле заняли седьмое место. Считается, что неплохой результат. А в команде лицензирования заняли 11 место. Хотелось бы лучшего, но не получилось. Получится. Обязательно получится. Надо только верить в свои силы и тренироваться. Много и хорошо тренироваться. Тогда, глядишь, и станет Дима настоящим форвардом европейского масштаба. Как Герд Мюллер или, предположим, Ди Стефана. Что до игроков оборонительного плана, то здесь можно выделить Владимира Бешту. Игрока с целью устремленного, прогрессирующего и подающего большие надежды. В этот сезон я перебрел очень много опыта. Мне очень этот план нравится. И в будущем хочу стать великим защитником. Еще один игрок обороны центральный защитник Иван Лузан. Он проводил сезон на двух фронтах и может рассказать о различиях. Футбола молодежного и футбола взрослого. Коим можно назвать тот, что и в чемпионате дублирующий команд. Я думаю, что дублирующими составами выступают игроки основного состава. То есть они опытные. С ними тяжелее играть, конечно, чем с своими мировестниками. Так как ты, например, выступаешь чаще всего за дублирующий состав, чем за лицензирование. Но это все-таки как-никак какой опыт, когда выходишь с игроками выше тебя уровня. На взгляд Ивана, какими качествами должен обладать футболист, чтобы квалифицированно играть на месте центрального защитника. И думает ли он, Иван Лузан, о том, что пройдет пару сезонов. И его игрой болельщики станут восторгаться уже в форме главной команды Слави и Мозырь. У очередного нашего собеседника мы спросили, чем запомнился ему, центральному полузащитнику Ивану Борисевичу, уходящий 2015 год. Не сказать, что запомнилось, но сыграли неплохо вроде, заняли 11 место по 2007-2008 году. Дубле понравилось, ну, много понравилось, чего. Я думаю, что прибавил уровень, потому что новый тренер появился, появилась уверенность в себе, тем более начал привлекаться в дублирующий состав. Хотелось бы, конечно, повыше, чтобы забраться в футбольном плане. А так еще помочь, конечно, своей родной команде. Ну что же, верим, у Ивана и его коллег по дублю главной футбольной команды Полесия и Слави и Мозырь 97 все получится. Они оправдают ожидания специалистов и болельщиков и станут звездами для начала белорусского футбола. Следующая команда, которая выступала в чемпионате Беларуси среди юношеских команд клуба высшей лиги, это Слави и Мозырь 99, которую готовит замечательный в прошлом футболист, а сейчас вдумчивый тренер Максим Николаевич Суховеев. Нет сомнений, что его подопечные добавили в своем мастерстве за минувший год, но все же пусть об этом скажет сам наставник Слави и Мозырь 99. У нас сейчас закончился первый круг, а не сезон. Продолжать-то мы будем после уже Нового года, где-то в конце марта начнется второй круг. Если сравнить результаты прошлогоднего, первого круга этого, то разница 11 очков, это уже понятно о многом говорит. И то, что мы обошли, такие клубы, как Витебск, областные центры, Гомель, Брест, команду Солигорска, которая призером в том году была по таблице, показывает, что мы добавили все-таки и в игре. Ну и быстрее всего, что ребята в себя немножко поверили после отрезка весеннего, прошлого чемпионата, как раз когда к концу чемпионата набрали очень хорошую форму, так и в принципе и продолжили. Неплохо сыграла первый круг своего турнира команда Вячеслава Федоровича Шевчика и Антона Александровича Полуянова. Их Славия Мозырь 2000 занимает пятое место из десяти команд своей подгруппы. И от этого коллектива мы вправе ждать в наступающем году подъема по турнирной таблице перенства. Что до самой юной нашей футбольной дружины Славии Мозырь 2001, то она находится на всему месте своей группы. Но в этом возрасте результат не должен являться превалирующим фактором. Важнее прогресс юного спортсмена. Да, все прошло отлично. Понравились игры. Правда, так сложилось, что большинство проиграли. Ну, с Гомелем отличная игра была. С Днепром, правда, проиграли 6-1. Ну, от 2016 года жду больше побед. Ну, и все. Ну что же, будем надеяться, 2016 год не поскупится на победы для Николая и его команды. А в то, что они победой придут, можно не сомневаться. Ведь эти ребята очень любят футбол. И, занимаясь им с детства, мечтают играть хорошо, а со временем и результативно. Занимаюсь я с самого детства, с класса третьего, может, это 8-9 лет. Ну, собираюсь играть, пока здоровье позволяет. Надеюсь, никаких там не будет. Ну, высот. Ну, хотим занять место пятое в своей группе на лицензии. Ну, и все. Пока. Футбол объединяет поколения. И как трогательно наблюдать, что на одной площадке бок о бок тренируются папа и сын. Представители семьи Полос. Настоящая футбольная династия. Ну, я стараюсь участвовать в жизни сына. Даже не только потому, что он здесь, но и так, как сам люблю футбол. По возможности стараюсь посещать все тренировки. И когда есть возможность принять участие, ну, вот, вместе с ними побегать. Пока позволяют здоровье. Мечтает ли Михаил Иванович о славной профессиональной спортивной карьере для своего сына? Наверное, каждый отец желает своим детям, чтобы они достигли каких-то успехов. Ну, не только в футболе, но если получится что-то в футболе, конечно, много факторов, зависит, чьих не только от него есть. Ну, хотелось бы, чтобы что-то у него получилось. Комфортно ли себя чувствует на тренировке Влад? Не волнуется ли он от факта не просто присутствия, а активного участия в занятии своего отца? Приятно, когда твой папа находится с тобой на тренировке и поддерживает тебя. Любопытно, как пришел в футбол Полос-младший? Сам хотел, попросил папу, он меня отвел на футбол. И футбол люблю за скорость, за какой-то азарт. И люблю футбол просто за то, что это замечательная игра. Занимается с командой прекрасный детский тренер, педагог, новатор Виктор Васильевич Гурин. Этот специалист всегда ищет что-то новое. Он не стоит на месте игры юношеского чемпионата Беларуси. Среди клуба высшей лиги так называемое лицензирование, как бальзам на раны тренеру, который ищет хороший спарринг для своих юных и талантливых подопечных. Знаете, конечно, без этих игр трудно говорить вообще было об уровне. То есть отдельные ребята могли что-то из себя представлять. А тут целая команда. Вырисовывается такая картина, что при каких-то благоприятных обстоятельствах очень приличную можно сделать команду. Уровня, например, того же Бате или Динамо нам это не проблема. Единственное, что у нас, по сравнению с теми прошлыми годами, ушло время, когда мы делали сборы. Благодаря тому, что у нас была Чернобыльская зона, и мы выезжали в Меоры. Это подспорье было не только нам, но и Грибцам, но и всем спортсменам города. Сейчас это очень-очень сложно. Мы делаем сборы по мере возможности на черте города. Но согласитесь, что это не те сборы, которые объединяют команды. Неужели и вправду со временем у нас может быть команда высшей лиги, составленная большей частью из МЗРЯН? Я говорю это с уверенностью. Такое, буквально последнее время я оставался после тренировки и проходило первенство у нас, турнир по мини-футболу. И посмотрел уровень этого нашего чемпионата, так называемого турнира. Я вам скажу, что если мы на этом уровне туда детей подведем, на этот уровень, то даже не думаю, что наши сверстники могли прибавить так, как мы. Потому что у нас действительно тут на месте тот же Валера Новоселов еще последнего слова не сказал. Мы от него ждем, что он нам поможет подготовить детей. Мы тренера сделаем все, что можем, но надо нам на чем-то основываться. И вот основа, вот такие турниры, вот такой подбор людей. Вы не представляете, что буквально 5-6 команд очень приличного уровня только в Мозере. Только в Мозере. Я давно такого не видел. Сейчас Виктор Васильевич говорит о рождественском мини-футбольном турнире. И действительно уровень данного старта впечатляет. Но сегодняшние воспитанники Гурина далеки в силу возраста от взрослых соревнований. Пока же их отдел шлифовка мастерства, физическое развитие и воспитание себя как личности. Кроме спортивных результатов, в первую очередь нужно, конечно, нам растить здоровую нацию. Здоровая нация без нравственной основы – это ничто. Поэтому дружба детей, порядочность, доброжелательность, коллективизм – все эти вещи, как бы мы имеем в виду, они сами собой, если грамотно построить отношения, требования к ним, то вполне можно этого добиваться. Тем более на месте. Нам, я вам скажу, даже где-то легче, чем минчанам, потому что там много соблазнов. Все-таки у нас ребята все с одного района, друг друга знают, между собой общаются. Несомненным успехом отдела развития молодежного футбола «Славия Мозырь» можно считать приглашение в сборную Беларуси в возрастной категории не старше 1999 года рождения двух игроков – Богдана Садовского и Глеба Шевченко, а также тренера по работе с вратарями Артура Валерьевича Ромашова. В 2015 году в эту же команду привлекался еще один воспитанник «Славии Мозырь» – Артем Усик. Верим, наши ребята достойно проявят себя в сборной команде страны и затем уже на международных состязаниях самого высокого класса достойно представят как свою страну, так и родной и любимый клуб «Славию Мозырь». И на сегодня это все, дорогие друзья. Любите футбол. А с вами было футбольное обозрение Евгений Монархович и Олег Фиснер. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова